В этот день, 12 апреля, родились Николай Островский, драматург, автор около полусотни классических пьес о русской жизни Среди них Гроза, Меспреданница, Свои люди сочтемся Николай Пржевальский, известный исследователь Центральной Азии 12 апреля 1943 года основан Курчатовский институт для создания ядерного оружия В этот день, 1961 года, Юрий Гагарин на советском космическом корабле «Восток» совершил первый полет человека в космос 12 апреля 1970 года произошла гибель подводной лодки К-8 ВМФ СССР Погибли 52 члена экипажа 12 апреля 1919 года зафиксирован первый в истории субботник Через год эту инициативу подхватит и разовет сам вождь мирового пролетариата Ленина Работа трудна, работа томит, за нее никаких копеек Но мы работаем, будто мы делаем величайшую эпопею Такими словами воспел субботник Маяковский в поэме «Хорошо» Ежегодно с наступления весны власти призывают граждан к благоустройству территории своих учреждений К приведению в порядок парков, скверов, детских площадок, очищению улиц от мусора Организованный бесплатный труд на благо общества, который впоследствии стал называться субботником Родился в Советской России исключительно как инициатива снизу Лишь позднее определение «Ленинский коммунистический субботник» Породило ошибочное представление о том, что Владимир Ильич и стал автором самой идеи «Праздника освобожденного труда» Началось же все буквально с 15 человек 12 апреля 1919 года председатель парк ячейки паровозного депо «Москва сортировочная» товарищ Бураков Предложил своей бригаде поработать дополнительно и бесплатно Призывы рабочие отнеслись с пониманием Потому что страна находилась в тяжелом положении И одной из самых серьезных проблем была нехватка паровозов Которые часто выходили из строя из-за интенсивной эксплуатации И вот в ночь на субботу бригада в полном составе вышла на работу И за 10 часов отремонтировала три паровоза Бураков написал в протоколе собрания Работали беспрерывно до 6 часов утра В 10 часов и отремонтировали три паровоза текущего ремонта Работа шла дружно и спорилась так, как никогда прежде В 6 часов утра мы собрались в служебном вагоне Где отдохнув и попив чаю Стали обсуждать текущий момент И решили нашу ночную работу В субботу на воскресенье Продолжать еженедельно До полной победы над Колчаком Затем пропели «Интернационал» И стали исходиться Вождь мирового пролетариата откликнулся на это событие Статьей под названием «Великий почин» Она и стала идеологическим обоснованием нового движения Ленин подчеркнул, что подобный энтузиазм масс Это проявление высокой сознательности И начало практического строительства социализма В условиях войны и разрухи И проявление нового коммунистического отношения к труду На 9-м съезде РКПБ было принято решение О проведении Всероссийского субботника Который назначили на 1 мая 1920 года Только в столице на улице вышло около полмиллиона человек Правда, вот что интересно Власть в тот день не до конца осознала весь масштаб события Оттого и Ленин, несущий бревно Был сфотографирован всего один раз Да и не очень удачно вышла его сагменная фигура Вскоре советские художники Наперебой принялись писать реплики с этого фото Теперь Ильичи выходил куда благообразнее Кое-где он обзавелся мощными предплечьями И наконец, в отличие от оригинала Вождя стали помещать впереди бревна, а не позади Все же именно впереди место лидера страны Этот образ Ленин с бревном С тех пор прочно вошел в культуру страны Про него было сложено немало песен и анекдотов Также в советской жизни утвердились субботники В комсомольских и партийных организациях Регулярное участие в них становилось Мерилом общественной активности человека Была урегулирована и частота проведения субботников Обычно несколько раз в год И надо признать, что чем дальше Тем больше из статуса добровольных Они стали приходить в разряд Добровольно-принудительных мероприятий И даже руководители признавали Что проводились они больше для галочки Крушение СССР ненадолго приостановило традицию Но уже в середине 90-х годов Субботники возобновились Однажды мэр Москвы Лужков Появился перед объективами камер С бревном на плече Своеобразное эстафетное бревно Переданное прежней эпохой эпохи новой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин